И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас продолжается 26 марта и сегодня второй материал традиционно сводка с фронтов, что произошло за вчера, что произошло за ночь, что произошло за утро. Начнут уже последние дни традиционно с изюмского направления, потому что оно сегодня одно из самых основных, здесь происходят самые важные события. И от результата итогов боев здесь зависит очень много, а именно окружение, возможно окружение, я думаю почти предрешенное окружение всего, ну северной части, по крайней мере Донбасского фронта. Итак, чем закончились вчерашние бои? Судя по тому, что мне написали мои уважаемые зрители, украинские вооруженные силы, получив удар по сути в тыл в районе Каменки, отошли на позиции в районе населенного пункта Долгенькая. То есть уже вечером вчера эти войска, которые отошли с север, начали интенсивно укреплять эти позиции и очевидно, что здесь они будут пытаться задержать наступление российских войск. Это уже по сути самая граница Харьковской и Донецкой областей, ну и соответственно они далее пытаются удержать дорогу на Барвенково, пытаясь удержать на этом направлении целостную линию фронта. Насколько это им здесь удастся, поглядим по итогу боев сегодня, пока же здесь ситуация на утро выглядела именно таким образом. И так же, как мне сообщили местные жители из Краматорска, сегодня утром было объявлено, что люди не появлялись на улицах, а это явный признак того, что через Краматорск и дальше соответственно через Славянск будут идти подкрепления на север. То есть очень похоже, что руководство высоко очень серьезно беспокоено российским прорывом и пытается перебросить туда все, что только может, чтобы стабилизировать фронт на этом направлении. Теперь переходим в район Горловки. Судя по той сводке, которую сегодня дал Министерство обороны Российской Федерации, традиционно каждый день дает 2-3 километра продвижения вперед войск ДНР. По состоянию на утро был занят населенный пункт Новобахмутовка. И таким образом наступающая группировка ДНР уже перерезала дорогу на Авдеевку с севера. И на сейчас в Авдеевку ведет только одна безопасная для ВСУ дорога с запада. Также вчера войска ДНР взяли населенный пункт Новомихайловка. И таким образом намечается новое направление основного удара для обхода позиций вооруженной силы Украины на реке Сухие Ялы. То есть южнее Маренки и далее на Курахово. Теперь что касается Угледара. Здесь на сегодняшний момент засел довольно серьезный украинский гарнизон. И как говорят местные жители, несколько дней украинских частей в городе не было, а потом они вернулись. Сейчас они по сути заняли все верхние этажи многоэтажных, девятиэтажные дома. И прикрываясь живым щитом заняли в городе круговую оборону. На Мариупольском фронте по состоянию на утро войска Российской Федерации уже почти отрезали южную часть города от основной группировки. И таким образом Мариупольский котел уже по сути растечен на две части. На Киевском направлении идут бои местного значения. Никаких серьезных наступательных и контрнаступательных операций нет. Уже ВСУ согласилось с тем, что их попытка контрнаступления, ну то знаменитое якобы окружение российских войск в треугольнике Буча и Пеньга-Сомель, оно провалилось. Ну и также не могу не сказать о событиях, происходящих в Черниговской области. Как вы помните, вчера в Семеновку зашли российские войска, но к вечеру уже они из нее ушли. Полдня примерно российские войска были в городе. Провели профилактическую беседу с местным руководством. Никакого сопротивления там естественно не оказывали. Это была раздача гуманитарной помощи и к вечеру российские войска из города вышли. То есть военно-гражданской администрации там вчера создано не было. Тем не менее события там напоминают те события, которые ранее были, например, в городах юга Украины. То есть когда российские войска зашли, вышли, потом обратно зашли, уже установили администрацию и дальше город живет по новым правилам. И вот именно это вчера произошло в Славутиче, городе западней Чернигово, когда вчера днем вошли российские войска и оттуда не ушли. Они заняли центральную администрацию, заняли город. Причем буквально сразу же в городе был запущен уже известный сценарий так называемого сопротивления. Утром местные активисты вышли на митинг, требуя выхода российских войск. Ну чем это все в конечном итоге закончится, можно посмотреть на примерах Мелитополя, Бердянска, Амэнергодара и других городов юга Украины. Постепенно активисты этого движения будут выцеплены, с ними будет проведена профилактическая беседа, кого-то арестуют и на этом протесты здесь закончатся. Вот это примерно то, что произошло за предыдущую ночь, за сегодняшнее утро по состоянию примерно 12 часов московского времени, 26 марта 2022 года. Следующий выпуск будет у меня, возможно у меня планируется сегодня один специальный выпуск, он должен быть вечером. Ну и уже ближе к ночи, 22.23.00, традиционная вечерняя сводка с фронту Украинской войны. На этом пока все и до свидания. Продолжение следует...